Сразу хочу сказать, что министерство наше не будет большим, у нас будет чиновников немного. Это, наверное, такой будет новый формат работы. Департамент будет выступать в качестве стратега. Основные вещи, все, что касается исполнения, организации, мы будем передавать на аутсорсинг. Молодежи, физлицам, некоммерческим молодежным организациям, вузам, колледжам, училищам, где-то школам. То есть задача наша сейчас вовлечь всех в этот процесс. И одно из самых важных направлений, которое мы должны отработать и именно здесь показать хороший результат, это работа с невовлеченной молодежью. Оксана Солнцева посетовала, что такого мощного ресурса, каким в СССР был Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, по сути, занимавшийся как частичным воспитанием, так и мобилизацией молодых людей на различные начинания, нет. Но есть вызовы времени, хоть и не такие масштабные, как четверть века назад. Однако и нынешние проблемы тоже нужно решать. Встал вопрос по поводу микрорайона Писки, все знают, ОПГ и так далее. Там на стыке находится автомеханическая техника. Встречались с ребятами. Понятно, что бегать за организованной присутствием бессмысленно, и для этого существуют специальные органы внутренних дел, силовые структуры. Обратились к ректору Ульянского госуниверситета Борису Михайловичу Костишко. Он поддержал. Мы сейчас уже создали там команду, спортивную команду по автогонкам на багги. Вот уже две машины ребята сами начали делать, и в этом сезоне они уже выйдут во все круг соревнований, которые будут проходить летом. Наряду с представителями различных общественных организаций, создаваемому министерству будут помогать как члены областного молодежного правительства, так и волонтеры. Финансовая грамотность. То есть ребята, которые подкованы в финансово, работают в министерстве финансов Ульянской области, либо обучаются на факультете и понимают о том, как строится финансирование, куда направляются деньги, как выстраиваются проценты налоговые. Они приезжают к ребятам в школы, в муниципальное образование и рассказывают о том, как именно все это строится. Потому что большинство, к сожалению, к моему, да и вообще, наверное, просто к сожалению, не знают о том, как выстраивается, высчитывается ЖКХ процент, как высчитывается процент от газификации. Ну, то есть вот такие какие-то обычные бытовые моменты. Ребята приезжают, объясняют, задают вопросы и получают обратные ответы. Так в итоге мы охватываем абсолютно все муниципальное образование. Самый главный вопрос, который волновал практически всех журналистов – финансирование нового министерства. И, как заверила Оксана Солнцева, какого-либо дополнительного вливания денег не ожидается, а необходимые средства появятся вследствие перераспределения уже имеющегося бюджета. Алексей Матюнин, репортер 73.